Казахстан 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 До этого объективно освещавшие события, связанные с демократической оппозицией. Март 2002 года. Опубликование в газетах «Время по Республика» и на телеканале «Там» текста депутатского запроса относительно многомиллионных швейцарских счетов, открытых на президента Назарбаева и его ближайших родственников. 8 марта. У двери редакции газеты «Республика» обнаружен похоронный вино, предназначенный здравствующему шеф-редактору газеты Ирине Петрушовой. 27 марта. Арестован один из учредителей демвыбора Мухтар Аблязов. 27 марта. Алматинский суд по инициативе Министерства культуры и общественного согласия выносит решение о немедленной приостановке деятельности газет «Время по Республика». 27 марта. Телекомпания «Там» получает решение суда о приостановке своей деятельности на два месяца. 8 проверок, посетивших «Там» за две последние недели, нашли несоответствие санитарным нормам. У телекомпании по закону остается несколько дней до закрытия. 27 марта. Телекомпания «Там» вещает в режиме прямого эфира весь день. Передаются экстренные сообщения, свое мнение о происходящем в прямом эфире «Тана», высказывают видные общественные деятели, известные люди. 27 марта. Ночь. На охраняемой полиции крыши Государственного архива РК неизвестными злоумышленниками повреждается установленное там радиорелейное оборудование телекомпании «Тан». И с этого момента вещание в режиме прямого эфира уже невозможно. 28 марта. Голымжан Жакиянов проводит чрезвычайное расширенное заседание Полицовета «Демократический выбор Казахстана», на котором его избирают председателем. Распространяется ряд политических заявлений от имени объединенной оппозиции. Оппозиция призывает народ выйти на улицы. 28-29 марта. Два часа ночи. Майоры и капитаны полиции под руководством главного полицейского города Алматы ищут проституток в гостинице «Астана». Именно в этой гостинице прошло заседание Полицовета и остановился его председатель Голымжан Жакиянов. 29 марта. Около 4 часов утра. Неизвестными лицами снайперских винтовок расстрелян фидер телекомпании ТАН, находящийся опять же на охраняемой полиции телебашни. Телекомпания больше не имеет возможности вещать. Полиция возбуждает уголовное дело по статье «Хулиганство». До сих пор не раскрыто. 29 марта. 8 часов утра. Начальник УВД города Алматы генерал Касымов и первый заместитель прокурора города Мамытов прибыли в гостиницу «Астана» уже с новой версией происходящего. Им, именно в таком высокопоставленном составе и при поддержке опоновцев в бронежилетах и с калашниковыми, необходимо срочно повидаться с Жакияновым, чтобы вручить ему разъяснение закона о незаконности проведения несанкционированных митингов. Председатель полицовета Жакиянов выехал из гостиницы на дипломатическом автомобиле на территорию посольства Французской Республики. 29 марта. Павлодарский городской суд отменяет два решения бывшего Акима области Жакиянова. 29 марта. В отношении Жакиянова возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением. И сразу же полиции получена прокурорская санкция на его арест за уклонение от следственных действий. 29 марта. Начало осада полицейскими и спецслужбами посольства Франции в Казахстане. Апрель 2002 года. 2 апреля. Избиение полицейским спецназом сотрудников телекомпании «Ирбис» Павлодар с повреждением видеокамеры и изъятием видеокассеты. 2 апреля. Избиение неизвестными хулиганами дважды на глазах у полицейских сотрудников телекомпании «Тан». 3 апреля. Отключение от эфира телекомпании «Эра» город Астана, ретранслирующей новости телекомпании «Тан». 4-5 апреля. Ночь. Послы Франции, Великобритании и Германии с одной стороны и МИД с МВД РК с другой подписывают специальный меморандум, гарантирующий объективные следствия в отношении председателя оппозиционного движения. Жекиянов покидает посольство Франции и находится под домашним арестом в городе Алмате. 10 апреля. В дом, где находится под домашним арестом Жекиянов, врываются спецназовцы. Жекиянов на военно-транспортном самолете вывозится в город Павлодар и помещается в барак на территории производственной базы Павлодар-Соль. Послы-гаранты об этом ничего не знают. Адвокат тоже. Впоследствии за месяц с небольшим Жекиянов в результате умышленных действий следователя Кусаинова трижды оказывается в реанимационном отделении кардиологической больницы. К нему так и не допустят его личного лечащего врача. 20 апреля. Аблязов внезапно вывезен из города Алматы в СИЗО города Астаны. Май 2002 года. 3 мая. Поджег типографии с помощью бутылок с зажигательной смесью, заброшенных в окна с обеих сторон здания и редакции газеты АКЖИК от ИРАУ. Типография незадолго до этого напечатала номер газеты «Республика». Другие типографии Казахстана отказали, а газета разместила на своих страницах материалы о демократическом выборе. 12 мая. Принудительно остановлено вещание телекомпании ТВ-6х6 «Павлодар», ставшей преемницей закрытой ранней телекомпании «Ирбис» «Павлодар». 18 мая. К решетке окна редакции газеты «Республика» подвешен обезглавленный труп большой собаки с угрожающей запиской, прибитой отверткой к телу собаки. 19 мая. У входа в редакцию оппозиционной газеты «Алтынгасыр» от ИРАУ обнаружен насаженный на шест человеческий череп. 21 мая. Разгромлена редакция оппозиционной газеты «Солдат», избиты двое сотрудников, в том числе и женщина, выпускающая редактор. 22 мая. Редакция газеты «Республика» сожжена неизвестными при помощи бутылок с зажигательной смесью, заброшенных в окна с обеих сторон здания в центре города. Июнь 2002 года. 18 июня. По инспирированному полиции делу избиение трех полицейских осужден на два года лишения свободы работник телекомпании «Ирбис» Павлодар Канату Суббеков. 21 июня. В полицейской камере найдена мертвой со следами насилия Лейла Басиитова, дочь Лиры Басиитовой, руководителя газеты «Республика-2000», публикующей материалы об оппозиции. 24 июня. Начат судебный процесс в отношении лидера Демвыбора Мухтара Аблязова в Верховном суде Республики Казахстан. Оппозиционер обвиняется в превышении служебных полномочий по делам четырех-пятилетней давности. 27 июня. Отзыв лицензий по инициативе Министерства информации телекомпании «Ирбис» и «ТВ-6х6» Павлодар, поддерживающих демократическую оппозицию. Отзыв лицензий предваряла приостановка деятельности телекомпании на три месяца, признание технически неисправным передающего оборудование телекомпаний и т.д. Июль 2002 года. 4 июля. Ликвидировано в судебном порядке ТО «Пиар-Консалдинг», осуществляющее выпуск газеты «Республика». 15 июля. Начало судебного процесса над председателем Политсовета демократического выбора Казахстана Жекиянова в городском суде города Павлодара. 18 июля. Мухтар Аблязов приговорен к шести годам лишения свободы без права на обжалование приговора. 25 июля. Шеф-редактор газеты «Республика» приговорена к полуторам годам лишения свободы за нарушение правил регистрации и использования иностранной рабочей силы с применением амнистии. 29 июля. Оперативными сотрудниками КНБРК в Павлодаре арестован редактор независимой газеты «Алтын Гасыр» от Ирау Сагин Гали Капизов. Ему предъявлено обвинение в оскорблении чести и достоинства президента Назарбаева. Август 2002 года. 2 августа. Галанжан Жекиянов приговорен к семи годам лишения свободы. Впоследствии областной суд оставил приговор без изменений. 8 августа. Возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Дуванова, независимого журналиста, сотрудника Казахстанского международного бюро по правам человека. Он обвиняется КНБРК в оскорблении чести и достоинства президента Назарбаева. 12 августа. Возбуждены уголовные дела в отношении активистов Демвыбора. Павлодар, Бондаренко, Жалдасова, Муканова. 20 августа. Министерство информации подало иск о приостановке деятельности газеты «Казахстан», бывшее казахскоязычное приложение газете «Республика», сохраненное оппозиционно направлено. 28 августа. Сергей Дуванов жестоко избит с нанесением ножевых ранений в подъезде своего дома. Не по одному случаю расстрелы, избиения, поджоги, погромы, нет установленных и осужденных виновных. В настоящее время Мухтар Аблязов и Галымжан Жекьянов находятся в местах лишения свободы в колониях для уголовных преступников на севере Казахстана. Ирина Петрушова вынуждена скрываться за пределами Казахстана. По имеющейся информации, существует реальная угроза ее жизни и здоровью. Сергей Дуванов, Геннадий Бондаренко, Нурлан Жалдасов, Толео Маканов ожидают суда. В отношении газеты «Экономика, финансы и рынки» приемницы закрытой республики. Со стороны Министерства информации ведется судебное преследование с целью отзыва лицензии. На стадии судебного рассмотрения находится иск Министерства информации газеты «Казахстан». Исковое требование – отзыв лицензии. Телекомпания «Тан», расстрелянная 29 марта 2002 года и с тех пор без объяснения причин, так и не получившая право на вещание, продана. Через три дня новые владельцы телекомпании, поменяв вещательную политику, вышли в эфир. Субтитры создавал DimaTorzok